Стандартные клипоны меняются на усиленные регулируемые. Для этого требуется полностью разобрать стоковые и снять траверсу. На новых клипонах установлены толстостенные трубки LSL с запасом длины. Тросы газа требуется проложить так, чтобы их хватало на всем диапазоне регулировок. Отверстия под фиксатор ручки газа легко просверлить с помощью инструмента LSL, не снимая трубку. Левый пульт лучше убрать с клипона, чтобы удобно разместить хендбрейт. Его можно разместить на ребре клетки. Так как диаметр ребра меньше 22 мм, необходимо сделать прокладку. Прокладка должна быть жесткой, чтобы нормально работал рычаг холодного пуска. Фиксатор на пульте спиливается. Вилка была заменена на новую от модели 5-6 года, поэтому потребовалось подогнать крыло. Для этого достаточно сделать переходники с обеих сторон и подрезать пластик. Продолжение следует... В оси колес вставляются пеги Stantex на алюминиевых подиумах. Алюминиевая часть вставляется в ось и плотно прилегает к посадочному месту, поэтому при падениях пеги не гнутся. Перо вилки защищается неопреновым чулком, который предотвращает попадание грязи на зеркало и под сальник. Это существенно продлевает срок службы сальников, особенно при тренировках. Подписывайтесь на канал и смотрите серию видео о подготовке этого мотоцикла. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал Игорь Негода. До новых встреч! Продолжение следует...